На связи мы готовы. Сергей Геннадьевич, вам сейчас... Да-да-да, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Добрый день, Игорь. Да, еще раз здравствуйте. Вы упомянули в конце вашего спича Григория Сакши-Куневского, и как раз от него поступил вопрос в онлайн-трансляции. Как вы оцениваете общий уровень подготовки российских комиссаров на сегодняшний день? Ну, я буду искренен, буду искренен. Я хочу сказать, что те арбитры, которые сегодня пришли в комиссарский пул, это были очень сильные арбитры. Вы понимаете, я же не просто так провел параллель историческую Советский Союз, ранняя Россия, поздняя Россия, ФИБа и так далее. Это были квалифицированные арбитры, которые вот половина тех аспектов, которые я сказал, они как бы впитались молоком того, чего впитывали, когда росли. Поэтому я хочу сказать, что наша комиссарская школа, она сегодня достаточно высокая. И еще это говорит наше участие в Лиге ВТБ, потому что эта лига все-таки вторая по силе лига в европейских лигах. И то, что у нас работает там семь комиссаров, и в общем-то мы свой аспект работы делаем на какую-то, наверное, неплохую оценку, если лига нам довеляет достаточное количество игр, это показатель. Да я смотрю, в чемпионате России наши комиссары работают уверенно. Другое дело, что хотелось бы пожелать нам всем, пожелать нам всем, может быть, почаще именно своим блоком общаться, своим блоком что-то делать. Почему? Потому что это обогащает друг друга. Я не просто так привел Григория Исааковича, я привел это потому, что это одно дело Григорий Исаакович бы сделал для себя, он это делает для всех нас. Значит, каждый из нас может сделать что-то перед сезоном такое, что поможет всем улучшить свою работу. Я за вот эту вот коммуникабельность в отношениях. А я считаю, что наши комиссары, очень сильные комиссары, я не буду обсуждать сейчас международные наши дела, а вот по сути скажу так. Спасибо за ответ. Еще раз повторюсь, что мы собирали вопросы на почту, также слушатели могут задавать их онлайн в чате и в комментариях к трансляциям, поэтому перейдем к вопросам, которые мы получили на почту. Играли ли вы в баскетбол? Ну, как и все люди, кто-то во что играет, я играл в студенческой команде, мы играли в классе о России, кто постарше помнит, что чемпионат Советского Союза, это была вершина айсберга, в каждой республике существовали свои сильные чемпионаты, причем Российская Федерация была как бы флагманом, у нас был и класс А, и класс Б, и класс С даже, чемпионат России, вот, поэтому я играл в студенческом баскетболе, но, наверное, как и все арбитры, которые вот вышли и чуть раньше нас, и мы, и позже нас, тут все-таки дилемма. Я знаю только двух-трех арбитров, которые были отличными игроками, стали отличными арбитрами. Это Саша Гончаров, играл в московском «Динамо», да, это Кирилл Белолуцкий тоже играл в «Динамо», это Роман Рыжик, блестящий игрок, капитан сборной Украины на двух спартакиадах народов Советского Союза, даже четырех, это Саша Яроцкий. Может, кого-то я забыл, но я беру уровень игры, это команды мастеров первой высшей лиги. В остальном, наверное, сегодня мы говорим, как ранняя ориентация в спорте, так и ранняя ориентация и у нас. И, наверное, уже начинают судить, и правильно начинают судить, 16-17 лет, чтобы уже к 22 годам, к окончанию вуза, специалисты видели, как бы, уже потенциал данного арбитра, и мы же должны еще сделать какую-то профориентацию для арбитров, потому что идти дальше, вот, наверное, Федор Дмитриев это говорит на своих занятиях, что идти дальше и выбирать роль арбитра, это в чем-то себя ущемить, это чего-то, как бы, убрать в сторону, потому что это очень специфическая вещь. И чтобы выбирать эту дорогу, значит, мы должны, как бы, молодым арбитрам посоветовать, по крайней мере, сказать свое мнение, стоит это делать или не стоит, потому что нужно остаться арбитром, прекрасным арбитром, который любит баскетбол, судить любительские соревнования, например, чемпионат Москвы, например, MLBL, например, чемпионат Московской области, это очень сильные соревнования. Но получить образование и начать свою, как бы, жизнь так. Потому что если ты арбитр, у тебя чего-то должно не быть. А вдруг дальше травма или что-то, и ты попадаешь в ситуацию, когда твои сверстники уже как-то растут в профессиональной деятельности, где-то так-то, ну, тут вообще такой вопрос сложный. Я считаю, что нужно определять арбитра, первое смотреть, где-то 19-20 лет мы уже видим отношение молодого арбитра к делу, мы видим его рост, его психологические характеристики, физические можно добрать. Тут очень многое зависит все-таки от личности самого арбитра. Поэтому играть в баскетбол нужно. Я приведу пример, что Михаил Давыдов, Михаил Давыдов, я не удивлюсь, если Михаил Алексеевич и сейчас играет в баскетбол, но могу вам сказать, что до 60 лет, это я лично видел, он играл прекрасно в любительский баскетбол, как баскетболист. Прекрасно играл. И это не единственный пример, когда наши арбитры как бы вот так вот чувствуют себя в игре. Игру все равно надо каким-то образом приближать к себе. И если даже ты будешь играть на любительском уровне, ты, по крайней мере, с точки зрения любителей, все равно играешь в баскетбол. Конечно, тяжеловато, если ты совсем не играл в баскетбол, и какие-то моменты для тебя далековано. Поэтому я играл на определенном уровне, но я просто уже в 78-м году отсудил первую игру, а в 84-м году я попал в список судей, которые рекомендовались на чемпионат СССР. А в 86-м году я отсудил первую игру высшей лиги чемпионата СССР в возрасте 25 лет. Поэтому как бы тут не удалось поиграть. Спасибо большое за ответ. Ответ получился очень развернутым. И, честно скажу, он сразу же закрыл несколько других вопросов. Вы сказали, что в 84-м году вы уже отсудили первую игру. А как вы стали судьей, и как вы решили, что вам нужно развиваться в этом ремесле? Ну, во-первых, наверное, тогда было несколько другое время, потому что уровень развития, вот то, что мы сейчас говорим, вот сегодня обсуждали с Российской Федерацией подъем вот этого массового любительского баскетбола. Раньше массовый любительский спорт совершенно на другом уровне были в Советском Союзе. И у нас была масса соревнований, где, если ты захотел стать арбитром, то, пожалуйста, иди, практикуйся и становись. Потому что помимо чемпионатов городов, областей, краев, у нас еще были такие соревнования по линии Центральное общество «Динамо», Центральное общество «Спартак», Трудовые резервы, «Зенит», «Труд-1», «Труд-2», «Урожай». Но легче не перечислять, чтобы перечислить, сколько было баскетбольных соревнований на летних площадках, залах. И поэтому мы, студенты Института физической культуры, во-первых, мы не могли закончить ВУЗ по законодательству тому. Мы не могли закончить ВУЗ, госэкзамены не могли сдавать, если у нас не было первой судейской категории. И мы обязаны были судить. И вот в 1978 году, как бы, вот старшие, как говорят, и у вас есть старшие товарищи, и у нас были старшие товарищи, дали нам свистки и сказали, идите судите перенство города. Кто-то посудил и забыл, ну, а у меня получилось, что не забыл. Потому что, ну, начинать все равно надо с любителей. Начинать, ну, просто тогда была очень большая практика. Очень большая практика. Когда был чемпионат России, я уже вышел на орбиту чемпионата Советского Союза, я в год судил порядка 80-90 игр. 80-90 игр, это прилично. И заметьте, что тогда не было оплаты. Потом она появилась маленькая, оплаты не было. Мы все работали. Я работал преподавателем Института физкультуры. Потом одним из тренеров команды мастеров высшей линии Волгарского Динамо и свободное от работы время я судил за 2 рубля 60 копеек суточные. Оплатить нам стали только в 89-м, по-моему, или 90-м году первый раз. Ввели штатное расписание. Спасибо. Вы сказали, что без первой судейской категории не было возможности получить спортивное образование. Как Вы считаете, должен ли судья в современном мире иметь профильное спортивное образование для работы с судью? На этот счет, Егор, я всегда говорю сегодня. Я уже и сегодня это сказал. Раньше даже я был более радикальных мнений, сейчас я немножко его изменил. Сегодня и всегда в баскетболе были состоявшимися люди высокообразованные. Если вспоминать от своих коллег и своих учителей, то это были преподаватели вузов, тренеры детских и директора детских спортивных школ, кандидаты наук, доктора наук были. Но знать на определенном уровне, Егор, ключевое слово, на определенном уровне игру мы обязаны. Мы обязаны. Конечно, мы не должны знать игру, как знает ее тренер, как знает ее игрок. Но что такое зонная защита? Что такое зонный прессинг? Что такое прессинг? Как это все бывает и где это бывает? Мы знать обязаны. Банально только потому, что от этого зависит, как мы будем работать инструментом, а инструментом мы называем механик. который определяет все-таки дух игры, а не шесть зон и какие-то, в общем-то, телодвижения, которые вот ты считаешь, что так удобно, а игра так не считает, а игра так не считает, а мы все-таки с тобой пришли, чтобы эту игру отсудить, но не как судья-фиксатор, а убрать из игры лишнее, не мешая этой игре, потому что есть игроки, есть тренеры, есть зрители, и мы там не самые главные компоненты на площадке, но значимые, поэтому я считаю, что сегодня тем более с таким компьютерным подспорьем, с теми программами, которые есть сегодня в интернете в плане теории и методики баскетбола, любой уважающий себя арбитр для себя возьмет все необходимое, сегодня, конечно, не надо иметь это профильное образование уж прямо так, хотя по закону о спорте и по стандартам нашим, мы и так где-то все равно это должны иметь, но опять-таки есть сейчас у нас и программы дополнительного образования, где человек с любым образованием первым может дополнительно получить второе, но я и говорю без настаивания, но игру понимать надо, потому что когда мы говорим, ты должен нюхать эту игру, а ты ее не можешь понюхать, потому что ты ее не понимаешь, и даже если ты сильно-сильно захочешь ее понюхать, ты подумаешь, что у тебя коронавирус и ничего не получится, потому что ты запаха не ощутишь. Действительно, это так. Вы, у вас запоминающаяся карьера как судьи, так и комиссара, тяжело ли вам дался переход от полевого арбитра к комиссару, и какие были трудности? Вот я скажу честно, что и не буду лукавить, что переход у меня был легкий, я ушел в 2009 году, хорошей бронзовой серии у них «Спартак-Петербург», если не ошибается память четырьмя матчами, если не пятью. И видно, настолько я наработался и получил удовольствие на площадке, что я перешел не обращая внимания, и с тех пор даже в соревнованиях ветерана ни разу свисток не брал. И потом еще хочу сказать, что все-таки в каждом деле надо искать плюс, а не минус. Работа комиссара, работа педагога, работа делегата, работа с документами – это очень нужная работа, это очень тяжелая работа, и о ней можно говорить очень-очень долго и много. Поэтому если человек себя настраивает, что ты живешь в баскетболе, ты баскетбол от тебя никуда не ушел, ты живешь в баскетболе, поэтому у меня нет, достаточно легко это прошло. Видно, до того я сделал все правильно. Ясно, спасибо. А что касается запоминающихся матчей, вы можете назвать запоминающуюся игру в роли арбитра и запоминающуюся игру в роли комиссара? Ну, наверное, я уже коснулся в роли арбитра. С точки зрения значимости игры для истории баскетбола, конечно, мы с Сашей Ероцким будем помнить игру последнего финала чемпионата Советского Союза. Калиф Таллин, Спартак, Петербург, тогда Ленинград. Калиф Таллин стал последним чемпионом Советского Союза. Мы ее отсудили, на этом чемпионат Советского Союза закрылся. Это как бы так для эмоций была игра. Если говорить по степени вот такой тяжести проверки психологического состояния, то у нас в Советском Союзе считалось три площадки, потому что если ты там не судил, то арбитром тебя никто не считал в кругах. Речь шла только о мужском баскетболе, только о мужском баскетболе. А площадки следующие. Дбилиси, Динамо, Дбилиси, 10 тысяч ортодоксов, болельщиков. И обстановка не хуже, чем сегодня в Панатинайкосе или Олимпиакосе. Это Жальгерес под 5 тысяч. Это религия. И они знают правила. И это ЦСКА Москва, потому что великая команда с великим тренером Александром Яковлевичем Гомерсом. Везде, везде были блестящие игры в Строителе Киевском, были блестящие игры в РТИ Минском, были блестящие игры в ВЭФе. Но здесь эти три площадки были серьезные. И поэтому когда в 1989 году эта ситуация была политическая, и мы попали на эти две игры Динамо, Тбилиси, ЦСКА, и после игры 9 часов мы где-то сидели до трех ночи. Сидели во дворце спорта, потом нас там вывозили. Мы были моложе, мы не боялись, нам было интересно, что может с нами быть. Хотя где-то переживали. И на следующее утро к нам пришли ребята из неформального фронта освобождения Грузии. И как бы сейчас это называется «оказали агрессивное воздействие». Мы с ними чудесно беседовали. И второй игры не было, потому что за полчаса до начала игры в автомобильной катастрофе разбился Джамал Кастава, это лидер неформального фронта Грузии. И вот эти 10 тысяч, туда пришло еще тысяча три народу на площадку, и они игру отменили. Это была последняя игра грузин в чемпионате Советского Союза, а через неделю Грузия вышла из состава СССР. Вот как-то так. Спасибо. Как вы сегодня сказали, что ранее вы занимались подготовкой арбитров, даже проведением семинаров. Можете ли назвать главный принцип в работе с начинающими арбитрами? Ну, во-первых, я хочу сказать, это не то, что там кукушка хвалит кого-то, потому что он хвалит кукушку. Я благодарен сегодня Департаменту профессионального судейства и вот Федору, как учебно-методической комиссии, что они во многих вещах продолжили то дело, которое мы начали в 2006 году, когда действительно пробили окно в Европу, когда первый раз была создана группа молодых арбитров, и они уехали на семинар фибовских молодых арбитров, не будучи арбитрами фиба. Тогда был первый раз, мы создали группу молодых арбитров. И я очень рад, что из этих арбитров сегодня получились классные арбитры, и горжусь тем, что это была наша и, в чем деле, моя первая группа. Это Семен Овинов, это Илья Путенко, это Сережа Беляков, это Женя Ветров, это Саша Романов. Вот это первая группа. И они все состоялись. Они все состоялись. Очень жалко, что у нас была прекрасная девчонка, кто помнит, Настя Рыжкова. Ну, так вот получилось, что у нас девочки могли и раньше уйти туда. Но как бы не получилось. И то, что мы проводили очень хорошее мероприятие на территории России, к нам приезжали все. Начиная от ФИБА, ФИБА Европа, Евролиги, НБА. Только ехали первые номера. Мы были одни из первых в Европе, и как бы это было здорово, потому что все это давалось ребятам. Допустим, на ФИБА с нами были и во Владивостоке, и в Новосибирске, и в Красноярске, и в Екатеринбурге, и в Ижевске, и в Казани, где-то в 15 точках. В Сургуте были и так далее. Силами нас был сделан великолепный семинар молодых арбитров в Литве Евдоровской Нинка, и где-то годика 3-4. Как бы мы были действительно на очень хорошем виду. И опять-таки для российских арбитров, бывали случаи, туда по три группы приезжало. Там работали все. Во главе три сезона работал, ну, наверное, вы сейчас слышите эту фамилию Ронина. Он работал у нас инструктором, как бы, и работал не один-два дня, а по 9 дней работал. Мы гордимся тем, что впервые наши молодые арбитры, сейчас уже стал вот Федор выезжать, все, а мы поехали, это был 2011 год, поехали в лагерь в НБА, пригласили наших ребят судить. Я поехал туда инструктором, и вот впервые по приглашению Джо Боджи, вице-президента НПА, мы уехали туда. Да, и вот, помню, ездил Семен Овинов, Женя Ветров ездил, Саша Романов ездил, четвертого, не помню. Они судили вместе с профессиональными арбитрами вот этот векий турнир в Лас-Вегасе. Вот. Сегодня-сегодня стала работа лучше, шире стала сегодня работа, потому что, слава богу, ни учебная комиссия, ни департамент профессионального судейства ее не бросили. И технологии другие. Поэтому я считаю, что молодых арбитров надо воспитывать системно, молодых арбитров надо воспитывать постоянно. Очень здорово, что ввели наставников, потому что у нас, кстати, были наставники, у нас были наставники. Очень здорово, что ввели самоанализ, очень здорово, что сегодня идем дальше по пути рекомендациям ФИБА Европы и ФИБА. Это очень здорово, потому что я считаю, что российские арбитры, они имеют как бы гандикап перед многими арбитрами из многих стран Европы. У нас очень сильный чемпионат России. Поверьте мне, что та суперлига, которая у нас играет о таком национальном чемпионате по силе, мечтают ровно половина европейских стран. Чтобы это был основной чемпионат. А у нас еще сильнейшие клубы играют в ЭТБ. У нас женский чемпионат очень сильный. У нас шикарно выстроенная система дюбла, молодежных составов. Это все как раз-таки для роста молодых арбитров. Поэтому я считаю, что, кстати, им уделяется сегодня много времени. Поэтому очень многое зависит еще от самых молодых арбитров. Я уже сказал в предыдущем своем ответе. Если есть желание, если есть целеустремленность при сегодняшнем информационном поле, расти не хочу. Чего я желаю всем молодым арбитрам, которые слушают, и никто не слушает. Я уверен, вас слушают. Как раз в тему этого вашего ответа один из присланных вопросов. Многие гости, ныне ведущие арбитры Российской Федерации Баскетбола, в числе своих наставников, учителей, называли вас. Испытываете ли вы с этим гордость? И почему в этом списке нет арбитров женщин? Ну, скажу так. Арбитров женщин, я сразу так с этого начну, что женщин надо уважать. Арбитров женщин нет по причине того, что это женщина, это семья. Я, кстати, всем женщинам это говорю, что, девчонки, есть другие ценности в жизни. Я вам привел пример, что еще в 2007 году Настя Рыжкова, арбитр из Москвы, она прямо после первого семинара в Испании, ФИБА сказала, что ждет ее на международном семинаре. Ну, случилось немножко по-другому. Настя счастлива, и мы за нее счастливы. Но она как бы была из первой группы. Потом у нас была девочка из Новосибирска. Мне, Федя, помоги мне. Из Новосибирска была, из Омска девочка была. Потом она была, я ее в видное устроил. Маша, как девочку звали? Мария. Девочка-судья, которая потом в Спартаке видная была как судья, а потом она пропала с горизонта. Горецкая. Горецкая, да-да-да-да, Горецкая. Вот. Это та же самая ситуация. В 2009 году приехала, произвела реальный фурор. Реальный фурор. Причем те игры, которые судили вот в 2009 году, там играл, например, клуб Гран-Канария. Играли серьезные команды. И она судила мужские команды. И сказали, пожалуйста, в следующий год мы ее ждем. Но жизнь есть жизнь. Поэтому я хочу сказать, что у нас сейчас растет, вот по крайней мере то, что я вижу, 5-6 уже практически готовых девчонок, которым нравится судейство, и которые готовы себя этому позвятить. Я думаю, что у них все получится. И они на правильном пути. Если говорить о гордости, и, наверное, вот здесь Федор, как педагог, тоже меня поддержит. Вы понимаете, как говорят, делай добро и выбрасывай его в море. Потому что если ты делаешь добро, если ты хочешь людям добра, то, конечно, ты за них радуешься. Конечно, ты за них гордишься. Иногда гордишься про себя, чтобы не сделать так, чтобы они сильно загордились. Потому что у них есть еще большой потенциал роста, поэтому надо работать каждый день. Поэтому, конечно, вот этих вот всех ребят, которые вышли, я не буду всех перечислять, у нас очень большую практику получил Стас Валиев, получил Житухин большую практику, Зинкевич получил большую практику. Все были в наших лагерях. Я им всем желал, они все стали фибовскими арбитрами, сейчас они развиваются дальше, и, конечно, мы ими гордимся. Как и горжусь, вот, допустим, я всегда горжусь, что я был сопричастен, и сопричастен действительно с удовольствием к росту такого сегодня уже гранды арбитра, как Олег Латышев. Гранды арбитра. Я привожу его по многим параметрам в пример, потому что действительно у него есть чему учиться, но вы не представляете, какой это интеллигентный, какой это деликатный человек был и продолжает им быть. Поэтому, конечно, гордимся, конечно, гордимся, и всем, кто сопричастен, как бы был с нашими лагерями образовательными, с нашей программой, я всем желаю удачи, потому что я думаю, что еще все у них впереди. А если что-то не получается, ничего страшного, есть пандемия, спишем все на пандемиях. Спасибо. Вы в вашем выступлении упомянули роль комиссара, о роли комиссара во время прегейма. Расскажите, пожалуйста, приемлемо ли для вас вмешательство комиссара в процесс игры во время самой игры? Вообще, я это не приветствую. Я это не приветствую. Почему? Потому что, когда арбитры настроились на игру, они находятся в том психологическом камертоне групповом, когда лезть туда, я не считаю целесообразным. Лезть. И, как бы, к радости своей, я работаю на том уровне арбитров, когда они справляются с этим моментом, и этого не надо. Давай подумаем, что если вдруг некая форс-мажорная ситуация, некая форс-мажорная ситуация, а такое бывает со всеми, и с очень квалифицированными арбитрами бывает, тогда, наверное, комиссар, делегат, как человек, который из этой команды, он должен дать эту помощь в чем-то, если он может ее дать, если арбитры попросят, а может, дай просто дать эту помощь. Но это должно быть дозировано, не должно быть никакого давления или доминанта комиссара. И после игры ее не должно быть. Я всегда с арбитрами договариваюсь, у нас хороший тон, что давайте лучше завтра, вот завтра. Есть у нас время завтра, послезавтра. Давайте обсудим, давайте обсудим какие-то моменты. И когда я пишу свои комиссарские отчеты, я как бы стараюсь с арбитром, я не говорю, что вот ты согласен с этой ошибкой или не согласен, ты согласен или не согласен. Я стараюсь обсудить это. Обсудить это, Я не хочу никаких сюрпризов для арбитра и не хочу казаться добрым или хорошим. Просто я считаю, что нам надо устранить эту ошибку в первую очередь. Но устранить ее на холодную голову, устранить ее тогда, когда человек будет способен думать так же, как ты. А в пылу эмоций высказывать свои эмоции, я считаю, что комиссар наоборот должен гасить эмоции. И даже если он видит, что по какой-то причине арбитры, ну давай такое русское нелитературное слово скажем, накосячили. Бывает? Бывает. Ты должен сделать все, чтобы эта игра закончилась. И все равно ты должен оберегать арбитров, как Товгай. Потому что ты старше, ты опытней. А потом уже определять и думать, почему так произошло. Поэтому я думаю, что все наши комиссары так себя ведут. Вот и с тех, с кем я работаю. Деликатно, корректно. Особенно, особенно, когда мы находимся, как говорят, на людях. Когда на нас смотрят команды, судьи, зрители, камера. Тут не то, что никакого выяснения отношений нет. Тут за километр должно нести тем, что мы все от одного отца и матери. Все от одного отца и матери. Только поддержка. Только доброжелательность. Только корректность. Не грамма хамства. Вот это, как бы, моя концепция, и я ее придерживаюсь. Понятно. Спасибо. У вас много международных назначений. Соответственно, вам приходится проводить коммуникацию с судьями на английском языке. Поделитесь, пожалуйста, как вы учили английский язык и можете ли вы дать какие-то советы начинающим ребятам? Во-первых, я его продолжаю учить. Я не хочу сказать, что я прямо такой англоговорящий комиссар. Я продолжаю его учить. Но у меня есть очень многие блоки, которые, когда я работаю с правилами, когда я работаю с интерпретациями, когда я работаю с вопросами, я эти блоки просто выписываю в единую какую-то системность. 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 Которая позволяет мне при анализе игры иметь уже какие-то, как мы говорили с вами на тему, должны быть базовые вещи. Базовые вещи. И эти базовые вещи, они сформулированы, и их не так много, как кажется. Поэтому английским языком надо заниматься, каждый день заниматься. Сейчас, я считаю, вот эти тестирующие вопросы у нас в РФБ, на сайте ФИБО Европы, у нашего друга Доворина Накича, на сайте ФИБО, Женя Островский делает. У нас сейчас масса-масса-масса материала. Просто вот надо, может быть, 3-4 раза в неделю уделить всего один час тому, что ты самообразуешься. И все будет нормально, и не бояться общаться. Ведь когда идет игра, тут, в общем-то, иногда бывает не до падежа, и не до грамматики, а до мысли. Потому что в игре никто не будет выяснять, как ты знаешь английский язык, и можешь ты или читать на нем Шекспира. Это уже потом. Поэтому основная, я вспоминаю нашего учителя, и Федора тоже, Любомира Котлибу, который на всех семинарах, начиная с наших пеленок международных, нам говорил только об одном. В году 365 дней. Приблизительно столько же терминов основных и слов, словосочетаний в правилах баскетбола. Если вы каждый день будете учить по одному слову, то через год вы выучите правила. Слова Котлиба. Лучше не скажешь. Он у нас гуру. Это точно. Вы говорили, что комиссару, по вашему мнению, во время работы лучше глушить эмоции. Сентиментальный ли вы человек? Ну, что понимать под словом сентиментальный человек? Когда ты как бы работаешь, то, наверное, у тебя основная работа сейчас, она какие-то эмоции, что понимать, вытесняет. Я единственное, что всегда говорю сам себе, потому что мы живые люди, и когда идет игра, еще игра интересная, а еще вот мы, допустим, вот, к примеру, с Марией Смоляковой, там, с Узвейским столом, там, играет ЦСКА, да, и там, серьезная игра. И ты должен себя контролировать. Тут, наверное, не сентиментальность, а твоя эмоциональность. Ты себя должен контролировать и говорить о том, что ты работаешь здесь. А то, что идет там, ты должен контролировать с точки зрения комиссара-делегата и с точки зрения регламента и правил. И если вот эти эмоции немножечко себе гасить, они у меня тоже бывают, любознательность, например, ну, куда же ты без любознательности денешься, да, куда? Вот приезжает новый игрок, вот сейчас приедет Торник Кишингеля, да, и осудил его отца. И, конечно, в полглаза я буду сидеть и смотреть, как же сын похож на отца и как здорово он играет, но это надо гасить. Чего я всегда прошу делать судейский столик, и потому что играют где-то свои, и потому что интересно. Поэтому надо немножко отключать эти эмоции, ничего страшного в этом нет. Другое дело, что я всегда отношусь с пониманием к общечеловеческим вещам. Травма, какие-то медицинские дела, какие-то житейские дела. У меня в моей карьере был случай, ну, разный был случай, вот один раз, ну, я судил еще, да, у меня за столом в Новосибирске умер секретарь, пожилой человек. Ну, наверное, это общечеловеческие эмоции, которые ты никуда не денешь. Травма твоего коллеги. Но это эпизод, это эпизод. Все-таки надо работать. И еще хочу сказать такую вещь важную, но это немножко из другой темы. Вот я говорю это всегда и судим. Вот тем людям, которые пришли на баскетбол, на футбол, на хоккей, им зрелище нужно. Им, если честно, все равно, какое у тебя состояние эмоциональное, как ты себя чувствуешь, что у тебя произошло, и что ты об этом думаешь. Поэтому нас это учили еще, когда мы были арбитрами. Это как артист на сцене. Вышел, играй, или не выходи. Но не может быть такого, что ты вышел или сидишь за столом, и какие-то свои внутренние проблемы, а все у нас, у нас есть родители, у кого-то уже их нету, у нас есть семьи, дети, внуки уже, есть какие-то домашние проблемы, есть что-то еще есть. Значит, надо как бы это все держать себе, потому что, в первую очередь, ты пришел делать то, что пришли смотреть окружающие. Вот как-то так. Спасибо большое. Как вы считаете, есть ли в России арбитры самородки, или это все-таки систематически тяжелая работа? Ну, конечно, конечно, предпосылки арбитра, они должны быть. Я, например, вот скажу, не лукавя, и я говорю это последние 30 лет, что профессиональным арбитром, самородком, который сделал себя сам номер один за все времена в советском и российском судействе, является Михаил Давыдов. Потому что, как он себя делал, как он за собой следил, за своим функциональным состоянием, за свою игровую практику, безусловно, в этот же ряд поставлю Михаила Петровича Григорьева. Безусловно. Но любой арбитр, который стал арбитром ФИБО, он сделал себя сам. Любой арбитр. Поэтому самородок, наверное, это тот человек, который, ну, давай так прямо говорить, допустим, две ноги у тебя должно быть, две руки и голова. Значит, это уже как бы не самородок. Баскетбол это не такая экзотическая игра. Играть можно везде и судить везде. Тоже как. Поэтому, скорее всего, я бы сказал так. Человек предрасположен. Потому что одно из первых мест, я ставлю, вот и, наверное, Федя со мной согласится, это психология. Вот я знаю очень много арбитров, которые великолепно судят женщин. Причем топовые матчи. Выходят судить мужскую игру и что-то не получается. Я знаю арбитров, которые тысяча-полторы зрителей, царь на площадке. Десять тысяч, что-то не получается. Это, в первую очередь, психология. Поэтому, конечно, вот психологические особенности арбитра, они очень важны. При отборе. Как мы говорим, вот у Федора тоже диссертация, мы где-то на стыке. При отборе наборе набираем всех в отборе, как и в педагогическом отборе, да, баскетболистов. Мы отбираем уже тех, которые проходят некое тестирование. Я считаю, что одно из главных – это психологическое тестирование. А дальше терпение и труд все перетрут. Поэтому любой самородок, который не работает, к большому сожалению, остается самородком. Ясно, спасибо. Вы, тоже присланный нам вопрос, вы деятельный человек. У вас всегда много идей. ВКБС, 3х3, комиссия ФИБА, Росатом. Много ли помощник министра спорта РФ? Много ли у вас свободного времени и чем вы его занимаетесь? Ну, ты знаешь, когда в следующем году исполняется 60, радуешься, что свободного времени мало. Радуешься этому. А вообще хочу сказать, что, ну, сейчас опять-таки, сейчас вот эти все IT-технологии позволяют делать достаточно хорошо, несколько дел, находясь в каком-то одном направлении. Поэтому, конечно, работаешь с компьютером, конечно, работаешь с программами, конечно, работаешь и телефоном, и всеми доступными средствами. Но в этом моменте хочу сказать, что для нас, для всех, подтвердят, наверное, особенно те ребята, вот комиссары, кто слушает, арбитры такие постарше. Это уже образ жизни. Это уже образ жизни. Поэтому я никогда себя не ловил на мысли, что я буду делать, когда отдыхаю. А вот сейчас, когда 3 месяца отдыхаю, я как бы уже стал переосмысливать, что, оказывается, в этом ритме люди живут всю жизнь некоторые. Для меня это совершенно новые эмоции. 3 месяца пандемии. Поэтому, свободное время, это книги, это книги. Сейчас много баскетбола. Раньше мы мечтали посмотреть, как играет Boston Celtic или Chicago Bulls. Сейчас, пожалуйста, у нас и студенческий баскетбол, и американский, и профессиональный баскетбол, Евролига, Еврокубки. Мир баскетбола показывает ностальгические матчи, канал РФП, где действительно хочется иногда их всплакнуть. Поэтому свободное время сейчас можно хорошим досугом занимать, но с пользой для дела основного. Спасибо. Как вы считаете, вы больше теоретик или практик? Смотря что иметь в виду, если говорить, комиссарскую работу – это практическая работа. Практическая работа. В каких-то вещах мы работаем, в теории, очень активно в теории работали, когда занимались судейством. Поэтому, наверное, это все от ситуации. На каждом определенном жизненном этапе любой из нас, где-то теоретика, где-то практик, каждый из нас по-своему. Поэтому на данном этапе у нас есть проекты, где мы теоретики, а есть проекты, которые практики. Хочу сказать, если молодые арбитры судят, это будет еще одна площадка. Сегодня мы с Федерацией чудесно утвердили фестиваль баскетбола. Впервые фестиваль баскетбола Центрального федерального округа. Куда войдет и 5-5, и 3-3, и дети, и взрослые, и ветераны. Интересный формат, новый формат. Значит, наверное, как теоретик. Дальше начнем реализовывать, буду практик. Понятно, спасибо. Вы упомянули, что вам нужно знать много регламентов перед началом сезона, потому что различные соревнования вы обслуживаете как комиссар. Много ли времени занимает оформление отчетности? Ну, сейчас, во-первых, отчетность, она разная. Во-вторых, отчетность сейчас все-таки у нас идет в электронном виде. Поэтому, допустим, и в фибовских, и в российских соревнованиях есть часть отчетности, которую мы сразу делаем после игры в ТБ и лиге. А часть отчетности, которую мы делаем в течение какого-то определенного времени после игры. Ну, как правило, я хочу сказать, что, чтобы завершить игру, ну, дня 3-4. Дня 3-4 уходит. Не 24 часа в сутки, но дня 3-4. Это просмотр игры, как правило, все-таки картинка, которая есть в видео, она видео. Поэтому есть эпизоды, которые надо посмотреть неоднократно. Я еще раз говорю, я не стесняюсь никогда обратиться за консультацией и подискутировать со своими коллегами, потому что самое главное – разобрать эпизод. Разобрать эпизод. Поэтому 3-4 дня где-то приходится. Ну, нужно быть просто как бы в регламентах. Потому что это везде. И в РФБ, и в ТБ-лиге, и в Лиге чемпионов ФИБа. Это везде отчет ты должен сдавать вовремя. Самостоятельная работа над ошибками. Спасибо за ответ. И вы уже упомянули о том, что ФИБа и другие европейские лиги постепенно переходят на делегатов. Как вы считаете, как это может сказаться на баскетболе и на судействе через 5 или 10 лет? Ну, моя точка зрения, что пока комиссары никому не мешают. Моя точка зрения, что комиссар... Выполняет очень много функций. И эти функции нужны игре. Другое дело, что, наверное, с развитием технологий. Какие-то, может быть, программы появятся. Какие-то... Мы, допустим, видели в Перми промо-вариант, когда у меня на игре один из ассистентов коуча Парамы был робот. Да. И лига разрешила в виде рекламы, где этот робот стоял в цветах и писал игровые моменты. Ну, это же вот быт, это уже данность, это же не какая-то фантазия. Поэтому, я думаю, что, может быть, что-то будет развиваться. С точки зрения делегата чистого, я как бы, почему к этому осторожно пока отношусь? Потому что, если говорить о делегате с точки зрения телевидения, телевидения, с точки зрения электронного протокола, статистики и всего, айти, айти, то приходят очень продвинутые люди в плане этого. И это сегодня волнует клубы очень сильно. Это волнует лиги очень сильно. Потому что это все, как бы, наше. Мы боремся за популярность с футболом, хоккеем, волейболом и так далее, и так далее, и так далее. С точки зрения арбитра, с точки зрения функционала игры, конечно, комиссар, который особенно был полевым арбитром, он имеет некие преимущества в оценке ситуации. Сейчас мы находимся на хорошей стадии, когда мы на базе, которая заложена за эти десятилетия, мы знакомимся с новыми технологиями, осваиваем их. То есть мы становимся делегатами, как я и сказал, комиссар-делегат. Что будет дальше, не могу сказать, потому что что-то с НБА срастается, да? Евролига, например, Лига чемпионов, например. Поэтому что наши головные организации скажут, это мы уже будем смотреть. Пока комиссары-делегат. Спасибо. Мы прошли все вопросы, которые нам прислали, некоторые не задали, но все равно получили на них ответ. И также вы дали уже немало советов нашим слушателям. Ведь может, есть что-то, что вы хотели бы посоветовать себе в начале вашего судейского пути в совершении нашей беседы? Это ты меня на 36 лет назад возвращаешь. Ну, получается так. Я хотел бы посоветовать себе, если говорить в общем, ничего не менять в том жизненном пути, который я прошел как полевой арбитр. Я счастливый человек и, в общем-то, этим и горжусь, что я счастливый человек. Но, скажу честно, все мы подвержены каким-то слабостям. И я бы, наверное, в начале судейской карьеры работал бы еще физически, может быть. Может быть, мне надо было место жительства поменять. Много разных вещей, которые по карьере складывались так, когда что-то мешало. Но я считаю, что у каждого своя карьера. У меня была вот такая карьера. Я ей очень довольный. Я очень довольный. Потому что я сделал несколько жизненно важных шагов в своей работе, в своей карьере во благо судейства. Во благо судейства. И выбрав судейство, я не прогадал. И вот 36 лет уже с удовольствием нахожусь в коллективе баскетбола Российской Федерации. Спасибо большое. Чего я желаю и другим. Спасибо большое, Сергей Геннадьевич. Мария, извини меня, пожалуйста. Я долго был. Сергей Геннадьевич, большое спасибо вам за участие и такое мощное выступление. Спасибо.